Добро пожаловать к нам на канал! Сегодня в выпуске. Nintendo зарегистрировала новый патент по франшизе Pokemon. Анонсирована еще одна игра в серии Like a Dragon. Naruto Ultimate Ninja Storm получит версию для смартфонов, а также небольшой календарь событий на завтра, понедельник 23 сентября и многое другое. В сети обнаружили новый патент компании Nintendo. Информацией поделился патентный поверенный Киоси Курихара в рамках беседы с Yahoo Japan. По его словам, летом текущего года Nintendo и The Pokemon Company запатентовали механику броска шара для отлова существ. Курихара отметил, что компании потребовали провести подготовку и проверку документа в ускоренном темпе, добавив его к уже существующему патенту. Уточняется, что это сильно усложнит жизнь разработчикам, создающим проекты, вдохновленные франшизой Pokemon, так как обойти данный патент достаточно тяжело. Пользователи предположили, что именно этот документ мог послужить причиной нового иска Nintendo и The Pokemon Company против студии Pocket Pair. Компания Unity представила новое техническое демо под названием TimeGhost, выполненное на движке Unity 6. Ролик демонстрирует все возможности нового ПО. Отмечается, что его главным отличием стали повышенное качество визуального исполнения, а также интеграция искусственного интеллекта в рабочие процессы. Помимо этого, разработчики также добавили более сложные варианты освещения, возможность смешивания различных графических сценариев без ущерба для производительности, встроенные инструменты по работе с графикой и шейдерами, обновленную систему Hair System для моделирования волос высокой плотности в режиме реального времени и многое другое. Премьера движка Unity 6 ожидается 17 октября. Разработчики Sid Meier Civilization 7 выпустили новый трейлер. В ролике представили еще одного правителя, Октавиана Августа, первого императора Рима и основателя Римской империи. Сообщается, что уникальной способностью персонажа станет навык высшей империи. Он увеличивает производство в столице для каждого города, золото для покупки зданий в городах, а также дает возможность покупать здания культуры в городах. Напомним, релиз Sid Meier Civilization 7 ожидается 11 февраля на ПК, Xbox Series, Nintendo Switch и PlayStation 5. Разработчики из Battlestate Games рассказали о грядущих обновлениях для проектов Escape from Tarkov и Escape from Tarkov Arena, которые должны появиться до конца текущего года. Так, для первого тайтла ожидаются следующие изменения. В обновлении 0.15.4.0 состоится переход на новую версию движка Unity. Вместе с версией 0.15.5.0 станет доступен свежий контент, в число которого входят внутриигровые события, оружие, переход внутриигрового сезона на осень, возможность взаимодействовать с инвентарем и убежищем во время поиска рейда и многое другое. После этого ожидаются правки технической части. Более конкретно, авторы обещают обновление звукового движка, доработку поведения ботов и оптимизацию производительности. А в 0.16.0.0 произойдет смена сезона на зимний. Для Escape from Tarkov Arena команда готовит новую локацию и режим, ряд технических улучшений, геймплейные доработки и улучшение качества жизни для версии 0.2.2.0. В 0.2.3.0 состоится синхронизация с обновлением оригинального тайтла. Вместе с 0.2.4.0 появится система калибровки рейтинга и коктейль Молотова. А в 0.2.5.0 добавят боевой пропуск, полноценные рейтинговые сезоны и новую локацию. Точные сроки выхода каждого из обновлений пока что неизвестны. Компания Sega совместно с 3-гоготоку студию анонсировали ролевой экшен Like a Dragon Pirate Yakutsa in Hawaii, спин-офф проекта Like a Dragon Infinite Wealth. Главным героем выступит Горо Мадзима. По сюжету он потерял память и решил стать пиратом. Среди особенностей отмечают собственный пиратский корабль, который можно будет прокачивать для плавания и сражений с другими судами, членов команды с уникальными способностями, комбо для атаки, а также различные стили боя. Предварительные заказы на проект уже открыты. Для покупки доступно стандартное издание, а также делюкс, вместе с которым можно получить набор костюмов и декора для корабля, членов команды, песню караоке и многое другое. В качестве бонуса за предварительный заказ подарят Итибана Касугу в роли компаньона. Релиз Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii ожидается 28 февраля на ПК, Xbox и PlayStation. Разработчики Star Citizen поделились свежими подробностями касательно будущего обновления Alpha 4.0. В специальном ролике они рассказали, что вместе с патчем в игре изменится система инженерии кораблей. В частности, каждый элемент судна, включая винты, станет отдельным физическим объектом. Все детали будут изнашиваться, перегреваться или же отказывать. Помимо этого, появится экипаж, который будет следить за состоянием корабля, заниматься его ремонтом, тушить пожары и менять сгоревшие детали. На текущий момент сроки релиза дополнения 4.0 не указываются. Однако отмечается, что оно должно появиться в конце текущего или начале следующего года. Разработчики из Blackbird Interactive объявили о переносе запуска обновлений и расширений для проекта Homeworld 3. Официальный анонс появился на страницах команды в социальных сетях. Отмечается, что студия приняла решение отойти от изначально запланированной дорожной карты, по которой все патчи обновления для тайтла должны были выпускаться в период с конца текущего года до конца 2025. Вместо этого весь новый контент будет сосредоточен в ноябре этого года. Причины данного решения авторы проекта раскрывать не стали. Netflix показали свежий трейлер второго сезона сериала Arkane по вселенной мира игры League of Legends. В ролике продемонстрировали новые кадры из продолжения, а также объявили официальные сроки его премьеры. Так, первая часть второго сезона стартует 9 ноября, вторая – 16 ноября и третья – 23 числа того же месяца. Напомним, грядущие эпизоны стадут для Arkane последними. После их завершения кампания Riot Games полноценно переключится на производство других тайтлов по League of Legends. Сайты IGN и Howlone2Bit снова стали доступны для пользователей из РФ и Беларуси. С официальным заявлением о возвращении портала выступил один из их сотрудников на форуме HLTV. Однако, никаких деталей о том, почему было принято решение вернуть доступ для пользователей указанных регионов, он не раскрыл. Напомним, в конце августа сайты IGN и Howlone2Bit оказались недоступны для пользователей из РФ и Беларуси, а также ряду неназванных стран. Компания Ziv Davis, которые принадлежат оба ресурса, ситуацию никак не комментировала. Авторы сайтов сообщили, что и сами не знают причин запрета. Создатели анимационного сериала по франшизе Devil May Cry выпустили новый тизер. Вместе с демонстрацией свежих кадров грядущего проекта также раскрыли приблизительные сроки его премьеры. Шоу должно стартовать на стриминговом сервисе Netflix в апреле 2025 года. Более тужной даты на текущий момент нет. Напомним, производством сериала занимается студия Studio Mir, работавшая над такими тайтлами, как Юная Лига Справедливости, Дота Кровь Дракона и Ведьма Кошмар Волка. Компания Bandai Namco анонсировала запуск файтинга Naruto Ultimate Ninja Storm на мобильных устройствах под управлением операционных систем iOS и Android. Согласно информации, новые версии получат весь контент из игры на консолях. Помимо этого запланирован ряд улучшений. Среди них оптимизированные управления для сенсорных экранов, функция автосохранения, упрощенное стандартное управление во время сражений, помощь в бою, улучшенное управление во время битвы и свободного передвижения, повтор миссий, переработанный интерфейс для мини-игр и обновленное обучение. Стоимость тайтла на смартфонах составит 10 долларов. Релиз должен состояться уже 25 сентября. Напомним, оригинальный Naruto Ultimate Ninja Storm. Далее небольшой календарь событий на завтра, понедельник, 23 сентября. Проект Witchfire выйдет в магазине Steam. Состоится премьера симулятора строительства Tiny Glade. И станет доступен хоррор Zoocosis. Большое спасибо, что досмотрели до конца. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, а также оставляйте лайки и комментарии с вашим мнением по сегодняшнему выпуску. Напоминаем также, что у нас есть канал в ТикТок, где два раза в день выходят короткие сводки новостей. И группа в Телеграм, где доступен весь наш контент. Ссылки на них в описании под видео. Там же ссылки на наши страницы Boosted International Arts для помощи в существовании и развитии канала. Еще раз большое спасибо за просмотр и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok